В МИАСе я хочу обратить ваше внимание, как людей, непосредственно занимающихся своей профессиональной деятельностью в средствах массовой информации, обратите внимание, МИАС сошел с полос интернет-изданий, газет, как горячая точка, в качестве горячей точки на карте Челябинской области. В МИАСе с начала текущего года наступила политическая стабильность. В МИАСе назначен легитимный сети-менеджер. Четвертый за последние четыре года. Если до этого были определенные упреки в том, что глава округа воинов не может сработаться с очередным сети-менеджером, этот не так, тот не эдак, то с назначением Станислава Валерьевича Третьякова я считаю его адекватным, практически состоявшимся руководителем, с которым ветви власти работают в конструктивном и, на мой взгляд, очень полезном для города диалоге. На мой взгляд, это очень важно. Это оценено и областным руководством. Политическая стабильность дает возможность развиваться городу в нормальном, правильном направлении. И, кстати, это оценили и сами жители города. Если рейтинг главы округа и соответствующих, меняющихся в прошлые годы глав администрации не превышал никогда 20%, то по целому ряду замеров осенью текущего года рейтинг и главы округа, в чем проведенный областью, это независимо от нас, никакой тут, никакой подтусовки нету и быть не может, и главы администрации превысил и 50, и даже 60%. Для действующей власти, я вам хочу сказать, это сумасшедший высокий рейтинг. Не хочу не обольщаться ничего, но это говорит в первую очередь о том, что народу тоже необходима политическая стабильность в ветвях власти. Мы в уходящем году не были профинансированы по целому ряду программ, по которым имели субвенции в году 2013. Я вам сейчас приведу конкретные примеры. В 2013 году мы начали строительство модульного детского садика. Великолепный объект получился. Я бывал там несколько раз, довольные родители, довольные дети. Наверное, есть еще какие-то, в конце концов, первый блин, но он комом не вышел. 110 миллионов получили. А, естественно, в году 2014 на завершение работ получили 31,8. Вот вам сразу разница. В субвенциях по данному объекту, которые пришли с области. В 2013 году на капитальный ремонт дорог нам было выделено 192 миллиона. А в 2014-м 94, на 100 миллионов меньше. В 2013 году мы получили на модернизацию здравоохранения 42 миллиона, программа завершалась. А в 2014-м 4,5. В 2013 году мы получили 33 с хвостиком миллиона рублей на модернизацию образования. В 2014-м ни копейки. Насчет точек роста. О каком росте может идти речь в периоды очередной кризис? О каком росте может идти речь? Речь должна идти о сохранении стабильности. Так вот стабильность в МИАСе, на мой взгляд, может быть сохранена не точками роста, а платформой целой. У нас машиностроительный центр Южного Урала. И наши предприятия, и УралАЗ, и предприятия по автокомпонентам, по медицине, и наш оборонно-промышленный комплекс на сегодняшний день достаточно прочно стоят на ногах. Про оборонный комплекс, думаю, ни для кого не секрет, что федеральный бюджет на следующий год увеличен, по-моему, на 30%. И хотя в целом он у нас по России составляет в переводе на доллары 56 миллиардов, а у Америки 560. Все-таки оборонно-промышленный комплекс, я думаю, что достаточно серьезно будет финансироваться. И в этом плане то, что модернизация модельного ряда идет на Уральском автомобильном заводе, это тоже уже очевидный факт. Поэтому вот эта платформа, которую обеспечивают наши градообразующие предприятия, она поможет и малому, и среднему бизнесу. Кстати, я до сих пор не знаю точные цифры, а сколько в наш бюджет, местный бюджет, вносит тот же малый бизнес. По разным оценкам, разные оценки есть, налоговый, это 18%, кто-то говорит малый и средний вместе 26%, а кто-то вообще называет цифру 6-8%. Но тем не менее, у нас в этой сфере трудится 26 тысяч человек, это больше четверти всего трудоспособного населения. Поэтому проблем всегда, особенно в кризисный, предкризисный период, их две. Первое, это наличие рабочих мест, и второе уже, это заработная плата там. Вы отберите у человека рабочее место, у нас же тогда бомжатник получится. Сейчас у нас чуть больше полутора процентов безработица, и на полторы тысячи безработных примерно полторы тысячи вакансий. Другое дело, что они не совпадают, что нужно и что предлагается. Поэтому, а когда, допустим, предприятие проводит модернизацию, занимается эффективностью производства, повышением производительности, то оно внедряет средства автоматизации. Любое средство автоматизации, как итоговый продукт, это сокращение численности работающего персонала. Поэтому, когда говорят о новых рабочих местах, очень хорошо, что будет развиваться малый и средний бизнес, открываться новое предприятие. Кто сейчас будет серьезно вкладывать в туристический бизнес, вот в период кризиса? Где найдется тот инвестор, который скажет, ребята, я готов к вам прийти, он же не филантроп. Он же приходит со своим бизнес-планом, по которому должен в течение какого-то времени, 5, 10, 15 лет, должен получить свои средства назад. Но сейчас он видит, что кризис только начинается. Если в структурах власти говорят, что года на три он у нас примерно будет, то кто сейчас будет в эту точку роста, мы ведь очень хотели сделать, и золотой пояс горного Урала, МИАС, Златоуст и прилегающие территории, и Тургаяк, и горнолыжный центр, нашу солнечную долину, это как потенциальная точка роста уже звучит из года в год. Я не думаю, что прямо сейчас кто-то побежит сюда вкладываться. Тем не менее, такое направление не снимается с повестки дня, и задача власти предоставить любым инвесторам площадку и условия для того, чтобы они сюда приходили. Так вот, без согласования с областными структурами власти, ни один разумный человек всерьез пытаться выиграть выборы в муниципалитетах, я думаю, не должен. Я про разумных людей говорю. Вот представьте, если у нас на две трети бюджет формируется за счет областного бюджета, так вот, послезавтра, в субботу в области на самом высоком уровне по всем муниципалитетам будет приниматься решение, кого власть будет поддерживать в качестве кандидатов в депутаты законодательного собрания, кто по спискам, кто по одномандатным округам, и кого власть будет поддерживать в качестве своих кандидатов на должность глав муниципалитетов, сити-менеджеров и так далее. Послезавтра такие решения, я думаю, что они будут закрыты для широкого круга, но шило в мешке не утаишь, поэтому буквально где-то в феврале-марте все это станет для всех очевидным. Поэтому, если будет на то господняя воля, еще раз скажу с сожалением, что я бы предпочел муниципальные выборы.